В США отказали России в мировом господстве оружия, наука и техника. Полночь 33, 17 июня 2019 года в США отказали России в мировом господстве. Фото. Томас Питер, Ройтез. Россия не сможет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. И, пишет, Дефенс. Они. Россия в конечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области и из-за неспособности развивать культуру инноваций, пишет американское издание. Среди основных причин этого в Дефенс. Они видят повсеместную коррупцию, отсутствие защиты частной собственности и избыточный контроль со стороны органов государственной безопасности. В России государство традиционно препятствовало свободному потоку знаний через свои границы, потому что Москва рассматривает неконтролируемое распространение информации как угрозу политической и национальной безопасности, пишет издание. В своей публикации Дефенс. Они отмечают, что советские и российские лидеры регулярно заявляли и заявляют о необходимости технологических прорывов, которые в реальности не совершаются. Так, издание вспоминает заявление президента России Владимира Путина о способе достижения мирового господства, сделанное в сентябре 2017 года, а опасения премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего создать Сколково с целью преодолеть растущий технологический разрыв страны с Западом, сравнивают с аналогичным предостережением первого заместителя министра обороны СССР Николая Агаркова, сделанном в 1983 году и впоследствии опубликованном на страницах. Резиденты Сколково получили инвестиции от Microsoft, IBM и Intel. Тем не менее, из-за коррупции и государственного вмешательства многие из ведущих новаторов Сколково покинули Россию и сейчас работают в США и Европе, пишет. Дефенс. Они. Согласно. Дефенс. Они, в России любые разработки в области ИИ будут присваиваться государствам, что будет препятствовать коммерческим инвестициям. Таким образом, весьма вероятно, что значительная часть ведущих российских талантов в областях, имеющих отношение к исследованиям ИИ, как и многие их коллеги из Сколково, продолжат работу в странах, которые позволят им достичь своих целей, уверена издание. Там уверены, что Россия в области ИИ будет отставать от США, Китая и Западной Европы. В мае Путин призвал сделать Россию лидером IT-сферы. В том же месяце глава государства заявил, что тот, кто сможет создать монополию в сфере ИИ, станет властелином мира. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.